Академики, ученые, прошлое и будущее. Все это 8-й Сибирский исторический форум. Сегодня дали старт трехдневной работе. Форум уже называют самым крупным научным событием страны этого года. Что будут обсуждать на форуме гости со всей страны и не только, расскажет наш корреспондент. Под аплодисменты стартует 8-й Международный Сибирский исторический форум. Начался он с уникального лазерного шоу, в котором рассказывается о развитии Енисейской губернии от времен создания и до наших дней. На форуме выступают ведущие академики нашей страны, доктора исторических наук и представители русского географического общества. Здесь очень много молодых лиц, лиц с ярким выражением, блеском в глазах, хорошим настроением. Мне кажется, что здесь будет генерироваться очень важное, все, что связано с историей, ориентированное на будущее тоже. Ведь история – это самопознание для, если угодно, хорошей инновации. Всякая традиция дает хорошую инновацию. Кроме того, на форуме выступают и участники из Индии и США. Всего более 600 гостей. Они обсудили самые разные темы от древних культур Средней Азии до актуальных вопросов современности. Ведь этот форум через обсуждение истории дает возможность заглянуть в будущее. У Красноярского края репутация такого экономического локомотива, опорного края и державы. Мы все время увеличиваем бюджетное поступление, открываем новые месторождения. Мы живем не на пустом месте. Мы живем на исторической, очень важной земле. И десятки, сотни, наверное, тысячи поколений разумных людей создали условия, при которых мы можем здесь жить и развиваться. Поэтому исторический форум – это в том числе и взгляд в будущее. Гостям форума представили экспозицию «Становление региона» от Енисейской губернии к Енисейской Сибири. Два века – одна история. Сюда вошла и золотая лихорадка, строительство железной дороги и революционные события. Настоящий экскурс в историю губернии. Также на площадке форума работает локация от Почты России в стиле позапрошлого века, но с самой современной начинкой. С их помощью в любую точку страны можно отправить памятную открытку с историческим изображением Красноярска. Проходит форум в стенах Сибирского федерального университета. Место проведения выбрано не просто так. Мы в данном случае выступаем в руле интеллектуального партнера. И то, что происходит на сцене, будет происходить на секциях, это сделано усилиями в том числе университета. И мне кажется очень важно, что именно гуманитарное содержание мы сегодня представляем, обсуждая не только профессиональные вопросы. Восьмой международный сибирский исторический форум связан и приурочен к 200-летию Енисейской губернии. Именно эта дата и дает старт праздничной кампании. Красноярск на три дня стал местом сбора всего научного сообщества страны. И по итогам трех дней будет определен вектор взаимодействия разных научных институтов страны. Евгений Назарчук, Сергей Раков, 7 канал.